Часть центрального микрорайона Саиногорска уже два с лишним месяца живет на грани энергетического кризиса. Основной кабель, который питал жилые дома, два детсада, школы и реабилитационный центр в конце прошлого года вышел из строя. В Хакасэнерго планировали тут же приступить к ремонту, но не вышло. Предприняла все возможные меры в рамках законодательства для решения этого вопроса и организации доступа ремонтной бригады к месту проведения работ, к месту повреждения. Оно определено с помощью специальной аппаратуры, находится под землей, как раз на месте вот этого самого злополучного автомобиля, который жители одного из домов специально поставили, узнав о том, что энергетики там планируют провести работы. Встретили сопротивление жителей одного из домов. Убрать частные автомобили энергетики не вправе, хотя кабель является собственностью Хакасэнерго, земельный участок муниципалитета. Местные власти рекомендовали специалистам привлечь полицию, но воспользоваться советом не удалось. Люди не должны препятствовать мероприятиям, которые направлены на устранение аварийных ситуаций. Если они не могут решить добровольном порядке, тогда нужно обратиться в суд. Выяснить у жильцов, почему они не идут навстречу энергетикам, нам не удалось, двери открывать отказались. Добрый день. Добрый день. Программа Вести Хакаси. Мы бы хотели поговорить насчет кабелей, которые под землей проходят. Вот энергетики не могут попасть, ремонт провести. Не хочу я с вами разговаривать. Более того, многие жильцы дома о проблеме прежде даже не слышали. И лишь в местной управляющей компании немного прояснили ситуацию. Пригонят технику, снимут грунт и в конечном итоге опять жители наши будут ущемлены в том, что не сделают рекультивацию этого земельного участка в том состоянии, какое он был раньше. Энергетики же уверяют, после завершения работ все приведут в норму. Но пока вопрос не решился, эта часть района Саиногорска продолжает жить за счет резервной линии, которая обеспечивает светом еще и другую часть жилой застройки. Это вызывает немалые опасения у специалистов. Существует риск такой, что если резервная линия по каким-то причинам не выдержит той нагрузки, которую она сейчас несет вместо основной линии, то, конечно, прогнозировать, сколько времени в случае технологического повреждения будет оставаться без света этот микрорайон, мы не можем. И никто не даст гарантию, что электричество появится быстро. Наталья Гармашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.